Существует такая хорошая традиция взламывать эфиры, как вы знаете, и передавать либо воздушную тревогу, либо, ну, российские радиоэфиры. И вот в оккупированном Крыму снова взломали радиоэфир, теперь там крутят инструкции по эвакуации. Хотя вот Ирина Абдулина, моя редактор, который готовит все эти материалы, она тут подписала, или не взломали. Может быть, это реально передают, что пора бежать, или не пора бежать. Вот давайте посмотрим. В автомобиле, в случае непредвиденных обстоятельств, и отсутствие должного сообщения с материковой частью Российской Федерации, будут организованы эвакуационные паромные переправы. Имейте запас горючего для вашего автомобиля. В случае непредвиденных обстоятельств, и отсутствие должного сообщения с материковой частью Российской Федерации, будут организованы эвакуационные паромные переправы. Перейдите себя и свои курицы, и управитесь в программу движения с вас под полным контролем. Не поднимайте неизвестные вам предметы. Они могут быть взрывоопасными. Имейте собранный и готовый к использованию тревожный чемодан с перечнем из самых необходимых вещей. Самое интересное, что, судя по акценту, это не украинцы, это русская дикторша, русская диктор, скажем так. И мне кажется, что это ничего не взломали, это просто предупреждают, потому что, ну вы знаете, на Джанкой упало, туда упало, сюда упало. Просто МЧС, Россия, оно, ну, политика политикой, но оно обязано это делать. Понимаете? Просто ничего не говорить, ничего не сообщать, это будет странно. Ну, меня устраивает один вариант и другой. Понимаете? Абсолютно. Ну, я уверена, что как раз не взломали, потому что сегодня были сообщения, что работникам мэрии Москвы раздали электронные ключи от бомбоубежищ. И, соответственно, они получили инструкции, как действовать в случае воздушной тревоги. Так что я думаю, что электронные ключи точно не могли раздать путем взлома. Это действительно реальные ключи от реальных бомбоубежищ. Ну, потому что, действительно, жителям-то не надо туда бегать, а вот работникам мэрии Москвы, конечно, на всякий случай надо знать, где прятаться. Так что, я думаю, вполне себе вот эти две новости между собой коммутируют. Так что это действительно МЧС предупреждает, что называется. И вот, вы знаете, значит, политолог Павловский, который, к моему великому сожалению, умер, я очень его ценил как политолога. Я знаю, у него сложная биография, но тем не менее. Когда-то, как только началась война, была удивительная история. У него брало интервью с Эхо Москвы. Это было буквально чуть-чуть до закрытия Эхо Москвы, скажем так. И его спросила ведущая, а он пришел такой очень раздраженный. Это было видно по нему. И она его спросила, ну вот, что вы скажете, вот, так сказать, началась война, что вы скажете вот по поводу Украины. И он вдруг очень злой и эмоционально сказал, да при чем тут Украина? С Украиной все будет в порядке. Сейчас надо думать о том, что будет с Россией. Она его спросила, что вы имеете в виду? Он говорит, ну вот украинцы, они понимают, что они делают. Они будут сейчас освобождать свою территорию. У них понятно, чем им заниматься. А вот в России кто-то сказал россиянам, как они будут жить при войне. Понимаете? И это золотые слова, потому что, вы понимаете, все импровизация. Ничего не понятно. Вот что будет завтра? Все гадают, все уезжают, все приезжают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова